Сейчас мы заштрихуем уже построенный нами ранее чайник. Посмотрим на него. Он глянцевый. Но для себя не берите слишком блестящие поверхности и не ставьте непосильные задачи. Мы начнем учиться штриховать такие поверхности. Я думаю, вам стало уже понятно, что глянец отличается обилием бликов и рефлексов. Но совершенно не обязательно изображать их все, чтобы изображение не казалось разбитым и не целым. Итак, начинаем, как и в любом другом предмете, с самых темных мест. Посмотрим на него, прищурившись, и увидим, что самые глубокие тени на поверхностях, на которых не падает прямо свет. То есть здесь у нас наоборот будет блик, а это отвернуто от света, так же как и носик и задняя часть ручки. Там как раз у нас прокладывается тень. Прокладываем ее по форме. Здесь так же, как и у цилиндра, можно выбрать две направляющие. Это по направлению вращения. И вертикально, то есть вот так. Мы прокладываем тень пока без бликов. Хочу обратить также ваше внимание, что самая темная часть в этой области находится ближе к самому горлышку. Там непосредственно отражается сам чайник. Так же немножечко там утемним. Не забываем все делать постепенно. Теперь я проштрихую носик. Мы смотрим, что тут очень явный блик от белой ткани. Можно его слегка для себя наметить. Заштриховать. И здесь так же к кончику ближе два из блика. Пока штрихуем без них. Просто прокладываем штриховку по форме. Тут она так же может быть более или менее разнообразной. Но помню, что это тело вращения. Не штрихуем ни вертикально, ни горизонтально. Так же внутренняя часть ручки. Она тоже достаточно темная. И оставляем рефлекс. И дальняя часть верхней части ручки. А там так же более темная. Так как отражается на ней горлышко. Всегда смотрите, откуда берутся блики. Блики и тени. В таком случае можно будет иногда исключить лишнее. Например, если у вас несколько ламп включено. Стоит выбрать какую-то основную. И не делать блики от всех, чтобы не казалось неестественно. Вот мы утемнили теневые места. Также посмотрим, что и на самой крышечке. Очень темная тень. Всегда прищуривайтесь, так лучше видно. Тень там так же неоднородна. И слева она более глубокая. Немножечко ее утемняем. Тоже и с горлышком. Так же можно посмотреть, что и к краю чайника. Тоже более темная часть. Я думаю, вы уже заметили, что я немножечко стерла все линии контуры чайника. для того, чтобы они в последующем не выбивались. Возможно, при дальнейшей штриховке придется убрать еще некоторое. Что же касается линий построения, то это как удобнее вам. Вы можете их либо стереть, как уже сделала я, либо оставить. Возможно, они вам помогут. Начинающему художнику, в принципе, они не мешают их лучше оставить. Также смотрим теперь на само тело чайника. В принципе, это тело вращения. И у него есть также блик. Затем располагается свет. Полутень. Тень. И рефлекс. Мы начнем с полутеневой части. Если у вас есть возможность, то берите предметы без рисунков и орнаментов, чтобы они вас не сбивали. Если же это не удалось, то просто старайтесь не обращать на них внимания. Прищуривайтесь и смотрите, будто их нет. Приштриховываем также с другой стороны. Штриховка должна быть достаточно мелкой и аккуратной, потому что мы взяли небольшой формат. Поэтому сразу прокладывайте мелкие штрихи. Если формат будет гораздо больше, то поначалу можно стриховать более крупными штрихами. так же смотрим, что блик от скатерти у нас на нижней части чайника очень-очень легко и такое вы себе наметьте. Заканчивается примерно здесь, значит, мы утемняем в этом месте все, что выше блика. Ни в коем случае не теряйте форму в процессе штриховки. Всегда смотрите, где самые темные места. Непосредственно у бликов так же темнее, потому что они ближе к свету, из-за этого создается контраст. Наш глаз видит его более темным. Ну, посмотрим, что и блик у нас ближе к нижней части чайника. Так же немножечко затемняется, потому что там отражается так же и тень помимо скатерти. И туда падает еще и мало света, потому что он закругляется от нас, как бы. Поэтому мы блик так же немножечко проштриховываем. и утемняем к низу. и тень. Я немножко про штриху как бы подчеркнуть подчеркнув округлость округлость чайника округлую его часть поверху прохладываю немножечко в другом направлении штриховку надо заштриховать нам в общем всю поверхность чайника потому что он у нас не белый легко проложим везде полутень не забывая о штриховке по форме мы оставляем лишь блик и то в принципе его потом можно будет вытереть так что нет ничего страшного если вы вдруг его заштриховали легко проложили тон и на крышечке на ручке не оставляем пока белых мест не забываем параллельно наметить падающую тень она достаточно четкая повторяет форму чайника там видна ручка как бы если тень когда свет падает сверху видно только вот вот эта часть освещена наиболее поэтому и тенью тень также падает именно на этой части смотрели внимательнее тень должна быть округлая так как это все-таки основная форма чайника там также немножечко виден носик на него также сверху падает свет посмотрите какие части будут видны заштриховываем тень помним о том что падающая тень у нас самая темная что она также темнее собственной тени сначала я как правило штрихую достаточно твердым карандашом в данном случае 3b сейчас я как у нас вся поверхность достаточно серая и блеклая не имеющая особого объема я беру более мягкий карандаш 6b и начинаю с утемнения самых теневых частей это вот та маленькая ножка внизу чайника также горлышко теперь уже можно утемнять как можно сильнее полную силу брать карандаш просто общий тон у нас уже проложен теперь наша задача лишь делать добавить объем внимательно смотрите на расположение теней и бликов мы видим что здесь тень располагается таким образом остается пара бликов вот этот правый блик можно сделать чуть темнее потому что он уходит как бы от нас не делаем их излишне светлыми чтобы они не выбивались четко все таки это лишь рефлексы далее утемняем также и носик тени должны быть уже более четкими рефлексы также более четкие всегда смотрите прищельно лишние рефлексы уйдут эти рефлексы у горлышка практически у края горлышка практически незаметны более заметными становятся к основанию добавляем тона темноты контраста немножко заштриховываем рефлекс потому что он посреди тени не должен быть таким белым у нас остался контур даже несмотря на то что мы утемнели рефлекс мы его немножечко уберем контуров быть не должно темно смотрите всегда что темнее какая часть так как и на носике и на самом теничке рефлекс мы смотрим все-таки носик у нас чуть темнее его плавно утемняем можно можно также утемнить сразу тень падающего и наносить Также смотрите, в каких местах она более тёмная, в каких более светлая. Сразу утемняем тело чайника. Всё делайте параллельно, не зацикливаясь на одной какой-либо детали. Посмотрев на ручку, мы видим, что у него очень тёмная каёмочка, составляющая толщину ручки. Ручки, наверное, здесь больше всего бликов, поэтому смотрите очень внимательно. Смотрим. 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 Также у нас есть очень яркие блики. Цветовые на ручке. Я их оставлю сразу, для того, чтобы потом не вытерять, так как карандаш я взяла практически в полную силу, он очень мягкий. Сложно будет сделать блик таким белым. Смотрим. Так. Смотрим. 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 Дальнюю часть от нас также немножечко утемняем и вытираем блики сразу, пока мы не слишком затемнили поверхность. Чем больше контраста вы создадите, тем лучше. Также внимательно смотрите на самую маленькую крышечку, она также не должна терять свою форму и казаться плоской, чтобы не портить общий вид изображения. Смотрите, где там тень, в данном случае слева там блик. Сделайте очень плавный переход, так и она очень маленькая. Сделать сложнее, негде размахнуться, так сказать. Смотрю, что у нас отражается также и наше горлышко. Так же нарисуем его отражение. Все-таки горлышко темнеет. Еще больше утемняем основной тон. Я также предлагаю вам все-таки немножко наметить линию вот этой полосы. Просто потому, что она светлее, ее все равно придется немножечко выделить тоном. Хотя орнамент мы делать не будем. Просто слегка-слегка наметим. Потому что у нас блик располагается практически на самой грани этой полосы. Также стоит подчеркнуть как наиболее темную. Мы видим, что здесь вот тень и начинается блик. Туда опять стоит посмотреть, что темнее у нас. Сам кувшин или ручка? Мне кажется, ручка все-таки темнее. Я возьму карандаш 8Б и еще больше ее утемню. С плавным уходом. Всегда не забывайте прищуриваться. Там также в дальней части немножечко рефлекс, так как это тело вращения. Наиболее темная часть немножечко отходит от края. Основная тень. Собственная. Здесь часть достаточно светлая. На нее падает много света. Но не делать ее слишком светлой. Все-таки общий тон чайника достаточно темный. Немножко стоит подчеркнуть форму блика, хотя он там не четкий. Так, мы не увлекаемся верхней частью. Постепенно переходим на нижнюю. Смотрим, что наш рефлекс начинается примерно как раз ниже полосы, которая более светлая. Но блик-то все-таки светлее, поэтому мы утемним. Утемним нашу полосу. Таки она очень близка по тону к общему тону чайника. Ненамного светлее она. Вот мы ее проштриховали. Сразу мы видим, что нам надо утемнить верхнюю часть. Если вы выезжаете штриховкой за край, немножечко ее убирайте. Я беру уже карандаш 8Б. Потому что приближаясь к конечному этапу, к конечному утемнению, мы немножечко выделили переднюю часть, убрав линию стыка. Не забываем о форме. Легко затемняем края, но не забываем оставить рефлекс легкий. По самому-самому краю. Он очень маленький. Смотрим, что у нас тут опять-таки появилась четкая линия. Немножечко ее убираем. На ней тут блики. Также подчеркиваем легкая тень. Плавно ее уводим, чтобы линия не бросалась в глаза. Темняем также и внизу, потому что все-таки рефлекс не настолько светлый. Смотрите параллельно. Когда тон становится общий, достаточно сероватым, когда все становится достаточно однообразным, значит, надо будет утемнить какие-то места. Смотрите параллельно. Смотрим все-таки, что у нас общая часть достаточно более темная. Пришурившись, это очень хорошо видно. Становится более заметным. Соответственно, мы темняем. Делаем более четким отражение горлышка на основной части. Смотрим также, что стоит утемнить и более светлую по тону линию. Утемняем ее. Не по всей поверхности, а только в определенных местах. Лиже к низу. Здесь уже больше тень. Все-таки здесь вот светлая должна быть более область. Там располагается свет. Еще утемняем тень падающую. Делаем ее еще более аккуратной. Делаем ее еще более аккуратной. может быть, чуть светлее к краю. Почистить резинку вы всегда можете от доску или стол. Любую поверхность какая у вас рядом под рукой. потому что при стирании мягкого карандаша он очень быстро запачкивается. Можно также параллельно немножечко убрать грязь с листа. смотрим так же, что нам необходимо утемнить рефлекс. Но не сильно. Больше утемняем к низу. Тема делается более светлым. В общем-то, нижняя часть чайника там достаточно темная. Больше уходит в тень. Поэтому затушуем ее. Сделаем так, чтобы у нас чайник закруглился. Сейчас у нас рефлекс немножечко спорить со светом. Поэтому его так же затушуем. Уведем назад все-таки. Там не падает на него света на эту область. Темнили немного рефлекс. Я думаю, недостаточно. Продолжает немножечко спорить со светом. Думаю, что еще больше стоит утемнить нижнюю часть. Почему рекомендуют всегда начинать штриховать с тени? Потому что, если вы начнете со света и его перетемните, вам может не хватить силы карандаша, чтобы сделать достаточно темный тень. постарайтесь подчеркнуть линию, несмотря на то, что там все очень темное и ее плохо видно, сделайте ее как можно четче. еще больше утемним нижнюю часть, чтобы она ушла вниз все-таки от нас. мы видим, что у нас рефлекс как бы немножечко продолжается, чтобы он немножко был более единым. Его слегка и объединим. прям проштриховав насквозь. Так уже гораздо лучше. Стало заметно, что это рефлекс от одной поверхности. Прищурились, посмотрели. Посмотрели на натуру, посмотрели на свою работу. Танцию гораздо заметнее, где надо утемнить. Забываем так же, что у нас блик здесь и на светлой полосе. Есть также маленькие блики на носике. Не стоит их делать слишком светлыми, чтобы они не спорили. Прорисуем сразу носиком, на чем у нас получился немножечко. не очень аккуратно. Делаем вот чуть поострее. Внутри также нужно заштриховать. Здесь часть более темная, так как свет падает сюда. смотрим. Смотрим еще. Я думаю, что еще больше стоит утемнить низ. на самом деле. даже на данном этапе уже можно подходить к концу, заканчивать. Только мы немножечко забыли про крышечку. у нас там также есть более светлая полоса по краю горлышка. Ее надо высветлить. так. Так как крышечка у нас закругляется, там тоже немножечко тень. Ее делаем не слишком темной, так как сама крышечка светлая. чтобы это место не выбивалось. Но при этом стараюсь сделать ее достаточно правильной, потому что реалистичность у нас в деталях скрадывается. Я уже говорила, чем больше деталей, тем будет больше сходства. Еще больше утемним края по краям крышечки самой. Чтобы они дугушили немножечко назад, а здесь остался свет. У меня возникает явное желание еще немного утемнить нижнюю часть потому что прищурившись я явно вижу там тень. Тоже с правого бока. с правой стороны втираем немножко лишние штрихи. так же посмотрим, что между бликами тоже достаточно темно. втираем. Сделаем чуть более обширным верхний блик с плавным аккуратным переходом. переход также можно сделать пластиком при помощи количества нажатий различного. то есть чем больше вы пройдетесь по одному и тому же месту тем более оно высветлится и также зависит от силы нажима. Немножечко можно пройтись карандашом для плавности. У нас достаточно сложная форма этот блик просто вы не стали показывать орнамент. Я стараюсь подчеркнуть форму нашего чайника и его круглость. Прищуриваемся снова смотрим. Я еще немножечко утемняю носик края в том числе затемнить верхний блик я его наверное сделала немного светловатым верхний рефлекс потому что он все-таки темнее чем рефлекс из катерти немножечко его затемним в общем все это такая достаточно детальная проработка вы можете уже считать в принципе даже свою работу законченной на данном этапе у нас совершенства нет предела вы можете еще работать и работать над чайничком утемнять смотреть где-то мелкие тени мелкие блики это придает еще больше реалистичности но я на этом закончу